Дорогие друзья, сегодня 9 января 2019 года, и мы с Машей распаковываем новый журнал «Фома». Вот уже много лет мы выписываем его, читаем. Нет, не много. Много. А сколько? Ну, не будем говорить. Я еще его выписывал, когда служил в Уфсиний. А ты этот журнал любишь читать? Да. Ну, давай посмотрим. Так. Вот такой маленький обзор будет, ты читай заголовки. Так, давай, подожди, напишем. Здесь что написано? Итак, написано «Фома. Православный журнал. Для сомневающихся. Январь 2019 года. Свеженький». Как слепить себе идеального человека? Почему все наши попытки переделать ближнего под себя заканчиваются провалом? Так. Тут стих. Ну, обычно начинается со стихотворения, оглавления и дальше. Перечисляются праздники предстоящие в январе. Ой, я люблю вот эти вот рубрикоты. Да, давай сейчас не будем читать, а мы потом. Да, конечно. Мы сейчас просто такой быстрый-быстрый обзор журнала. Давай, вот, допустим. А в чем смысл? Кёрлинга. В том, чтобы просто... Помыть пол? Ага. Ну, яркие иллюстрации. Журнал печатается в Финляндии. Полярная дочь. Путь к Богу лежал через Антарктиду. Это интервью. Обычно в журнале всегда интервью с какими-то известными, интересными людьми. Сегодня это Ольга Стефанова. Настоящий полярник и девушка. Конечно, очень красивые иллюстрации в журнале. Мне всегда они нравятся. И журнал вообще очень пахнет свежестью, правда? О! Ну, это Маша открыла последнюю страницу обложки. Ага. А тут вот это запущено. Вот такая рубрика «Вопрос номера». Сегодня этот вопрос «Как изменить другого человека?» И на него будут отвечать, как всегда, психолог. Да, вот этот Ткаченко. Да, Александр Ткаченко. Я люблю, как он говорит. Угу. И кто там еще у нас будет? И священник обычно отвечает, да, на этот вопрос? Ну, тема Рождества. Вот у нас волхвы едут. О, смотрите. Ага. Подожди. Загните страницу внутрь по этой линии, чтобы сложилось здание вертепа. Ага. Вертеп можно будет сделать? Ааа. Здорово. У нас, кстати, с Машей есть уже вертеп. Мы делали. А теперь еще и журнал нам предлагает сделать вертеп. Ммм, вот здорово. У нас вот и елочка стоит здесь. Смотри, какие красивые иллюстрации, особенно Марина. Уау. Это действительно. Так. Как святые боролись за церковь. Угу. Примеры из житий различных святых. Подожди, подожди. Ааа. Про праздник обрезания Господня. Толкование Библии. Печатается. Всегда вот это. Да, да, да. Вот. Исследованием Марины Андреевны Журинской. Она, к сожалению, умерла. Вот. Ее взгляд на Библию. Очень такой простой, житейский. Очень интересная рубрика, которую я всегда читаю с большим трепетом, это о новомучениках, пострадавших во время сталинских, или, можно сказать, коммунистических, большевистских репрессий. Красивый. Вот мы смотрим в эти лица, всматриваемся. И за что, всегда возникает вопрос, за что этих людей убили? Вот так вот взяли просто и убили. А за что? А ни за что? Вот абсолютно ни за что. Просто за какие-то слова. А в общем-то, по большому счету, за веру в Бога. То, что мы сейчас вот свободно исповедуем, ходим. Мы сегодня с Машей были в храме и молились. А люди за это, вот, не прошло еще и ста лет, как люди за это просто умирали. Ну, тут такие вопросы вот говорят, что... Ну-ка, зачитай, а то я плохо вижу. Вместо чтения молитва слова можно сочинять молитву своими словами и еле молиться. Да, ну, вот такой вопрос. Или вот, почему в церкви... Люди называют тебя рабами-обожьями. Так, или вот. Обладал ли Христос физической красотой? Вот, и на эти вопросы отвечают священники. А вот путешествие по Баламу. Февральские римфы. Вот так, так, красиво, да. Черно-белые фотографии. В них есть свое очарование, да, Маша? А я вообще не буду черно-белых фотографий. Ну, здесь вот найти ребенка по видеопаспорту. Это совместный проект журнала «И когда все дома». Тимура Кизякова и его жены. Ночь, которая перевернула мою жизнь. Удивительная история путешествия советского школьника к Богу. Хм, красивый. Это рубрика для детей, да? Обычно вот такая она иллюстрируется вот так интересно. Какие собачки. Я буду учиться рисовать. Да, да, да. Вот здесь читаем вместе с детьми от 9+. Смотри, какие красивые. Я буду учиться рисовать. Очень красивые иллюстрации. Здесь всегда. Тут еще собаки. Кстати, этот журнал можно свободно читать в интернете. И он уже там есть. Но вот мы всегда не отказываем себе в удовольствии. Вот просто подержать этот журнал в руках. Прочитать его от корки до корки. С превеликим удовольствием. Иногда даже мы возвращаемся к этим журналам. Перечитываем. Я могу управлять с помощью этого журнала. А есть здоровыми собаками. А ты нет. Что там? Не знаю. Рассказ. Значит, «Темные аллеи». Книгу Бунина. Есть такая. Стоит перечитать. Бунин у меня любимый писатель. Книга «Темные аллеи» — это первая книга, с которой я вообще начал знакомство с произведениями Бунина. Подожди. И представляю эту книгу ведущей передачей... Я сейчас не помню, как она называется на телевидении. А кто он? Подожди, кто? Борис Корчевников. Ну, это сам Бунин. Рассказ «Холодная осень». Идите. Идите и пишите. Я, кстати, заметил, что новые иллюстрации, да, видимо, они взяли нового художника. Очень такие сочные иллюстрации в этом журнале. Очень красивые. Или, может быть, это рассказ, скорее всего, о художнике. Да, это рассказ о художнике. Угу. Ну, что-то смешное. Смотри. Что? Похож на одного человека. Рубрика поэтическая, называется «Строфы». Сегодня это Владимир Рецептор. Позднее слово. Его стихи. Ну, вот он сам. И стихи. Я тоже люблю стихи. Сейчас я, кстати, работаю над своим сборником. Думаю, в этом году он выйдет. Ну, и представляют здесь новые книги. Рубрика «Что читать?». Различные книги, которые выходят в православных издательствах. Рубрика «Страница добрых дел», где просят перечислить на различные счета для оказания помощи конкретным людям деньги. На строительство, на реконструкцию старинных храмов, помощь детям. Вот. Ну и всё, друзья. Этот журнал я выписывал через интернет. Это очень просто. Заходите на сайт, оплачиваете. И журнал вам приходит не... Ну, он, конечно, по почте приходит, но он приходит как бандероль. Вот в такой вот упаковке. Всё. С вами были Александр и Маша. Это был канал «Альбатрос». Твенбаусảngрис. Твенбаум. ته. Игра.